Всем привет! Сегодня я расскажу вам про ручной фонарь Red Lenser P7. Марка достаточно давно известна на рынке, но она не очень сильно распространена, поэтому, я думаю, будет многим интересно узнать, что сейчас предлагает данная компания. Немецкая компания, зарегистрирована в Германии, имеет достаточно большую линейку фонарей. Фонарь представлен для обзора официальным дилерам в России. Что у нас есть в комплекте? Гарантийный талон и визитка магазина и комплект поставки. Фонарь, крепление на оружие, военностная тактическая кнопка, чехол для фонаря, темляк и инструкции с гарантийными талонами. Фонарь имеет уникальный серийный номер, свойственный всем фонарям, который позволяет обеспечить 7-годичную гарантию на изделие. Инструкция для фонаря выполнена в несколько необычном виде. Она выполнена в виде пиктограмм рисунков. То есть, нет необходимости знать языки, по картинкам, пиктограммам. Все будет понятно относительно того, как работает фонарик, как его настроить и пользоваться. Пройдем сразу же по аксессуарам, чтобы к ним не возвращаться. Чехол выполнен из плотной кордуры. Имеется крепление на пояс, либо же на снаряжение. Дополнительно оно страхуется липучкой Velcro, поэтому даже если кнопка расстегнется каких-то проблем, что фонарик выпадет, у нас здесь нет. Закрывается отделение также на липучку. Устанавливается фонарик хвостом вниз, головой вверх. По бокам есть два дополнительных плоских кармашков, которые можно установить какой-то запасной аккумулятор, пару батареек, какой-то кабель, если в этом есть необходимость. В остальном все стандартно. Обшито по краю кордурой. В принципе чехол должен быть достаточно износостойким. Также в комплекте с данным фонарем идет вот такое вот крепление на оружие. Оно выполнено из пластика. Большой винт с большой гайкой, который позволяет закрепить фонарь на оружие или же на руле велосипеда. Конечно это не совсем удобно, но все равно есть вариант использования фонаря как велофары. И для оружейной тематики есть вот такая выносная кнопка. Представляет из себя кассету на 4 мини-бальчиковые батарейки с выносной кнопкой вот такого формата, которая позволяет закрепить ее где-то возле курка на руле, если как велофару использовать. И работать с фонарем удаленно. Тевляк обычный, достаточно такой пружинящий, не паракорд. Все стандартно, обычно никаких скрытых функций здесь нет. Сам фонарик. Стандартный фонарик на 4 мини-пальчиковые батарейки. Компания отошла от стандарта 3 батареек. Все-таки в пачке 4 батарейки. Мы их сразу устанавливаем и лишняя одна батарейка нигде у нас не будет валяться. Фирменная система изменения фокусировки позволяет фокусировать фонарь для работы на ближних и дальних дистанциях. Заводное колечко в хвосте позволяет закрепить темляк. Либо тот, который идет в комплекте, либо же какой-то ваш, если в этом есть необходимость. Хвостовая кнопка управления. Кнопка тактического типа. Легкое нажатие сменяет режим работы фонаря. Доступно три режима. Максимальный, средний, слабый. Перед началом работы выбираем не требующийся нам режим. После чего дожимаем кнопку и фонарик остается работать в этом режиме. Видим по краю вроде как декоративные красные точечки светящиеся. На самом деле, как мне кажется, они имеют определенный функционал. Поскольку фонарик без ударной кромки мы его ставим когда на какую-то поверхность, мы видим, что фонарик стоит у нас рабочим. Соответственно, меньше вероятность, что мы его забудем включенным. Система изменения фокусировки имеет плавный ход вперед-обратно. Крутится по кругу без стопоров. Самопроизвольное изменение фокуса маловероятно. Хотя, возможно, со временем после выработки резиновых уплотнителей что-то и поменяется. Коллиматорная оптика не защищена никаким дополнительным защитным стеклом. И при неаккуратном использовании у нас есть достаточно большой риск повредить сам фонарь. Мы видим, что в данном случае темляк как глубоко проникает в рефлектор. Собственно, здесь рефлектора нет. Весь пучок фокусируется при помощи выпуклой центральной части. В остальном как бы особых минусов у фонаря нет. Посмотрим, что внутри батарейного отсека. Резьба достаточно глубокая. Имеется резиновый уплотнитель широкий. Контакты все подпружинены. Кассета достаточно надежная, плотная, ничего не люфтит, не болтается. Контакты внутри головы фонаря также имеют латунное покрытие желтенькое такое по золоту. Ну, в принципе, это стандарт для всех современных фонарей. Также хочу отметить, что к минусам данного фонаря я бы еще отнес то, что он не может взять вертикально на хвосте, потому что он включается. То есть он стоит очень неустойчиво, плюс он включается, если его нажать просто на поверхности. Фонарик хоть и питается от мини пальчиковой батареи, на самом деле имеет достаточно неплохую дальнобойность. 260 метров, которая обеспечивается системой фокусировки. А максимальная яркость 320 люмен позволяет фонарю работать достаточно длительное время. Система изменения фокусировки. Пытаюсь вам показать наглядно, как это работает. Достаточно удобная система позволяет изменить удобство работы с фонарем как на ближних дистанциях, так и получить дальнобойный фонарь с очень сфокусированным лучом. Единственное, что выбрать режим работы фонаря следует перед началом работы, а потом зафиксировать выбранный режим. Как мы видим, есть некоторые артефакты, которые дают коллиматорная оптика. Они заметны на близких расстояниях, на дальних расстояниях они не заметны. Кроме того, в отличие от дешевых китайских фонарей, здесь при фокусировании вдаль у нас не получается фокусировки кристаллов светодиода. У нас здесь есть все-таки более-менее равномерное пятно. В этом плане фонари LED Lenser выгодно выделяются от дешевых китайских фонарей, которые в достаточно сильной мере подпортили репутацию компании LED Lenser. Поскольку LED Lenser стали ассоциироваться именно с такими дешевыми фонарями. На самом деле это достаточно интересные фонари, хорошо продуманные, с гарантией 7 лет. То есть, в принципе, фирменные фонари, как и многие другие на рынке, которые заслуживают варианта рассмотреть в качестве покупки себе или на подарок. Фонарик предоставлен для обзора официального представителя LED Lenser в России. Ссылка на представителя в описании обзора. До новых встреч! Подписывайтесь на наш канал! Продолжение следует...